физкульт привет друзья и ученики эта рубрика ответы на ваши вопросы о которой вы давно просите по одному вопросу за раз вопросы кстати присылайте либо в комментариях данному видео либо мне в личку вконтакт а вы знаете что я все вопросы не оставляю без внимания сегодня мы поговорим о сухих завтраках потому что приходит очень много вопросов какой сухой завтрак выбрать непосредственно на завтрак вот друзья если вы хотите употреблять сухие завтраки на завтрак то это должно быть только в комплексе приема пищи о чем я говорю значит помимо сухих завтраков должно быть еще что-то желательно чтобы были еще медленные углеводы в виде каш потому что сухие завтраки это конкретно сахар можно так говорить что сухой завтрак равняется сахар если на нем написано слово фитнес это втройне сахар и вы получите сами если употребляете или не дай бог даете своим детям есть молоко и сухой завтрак на завтрак колоссальный вред от этого будут повреждаться ваши сосуды это будет приводить к атеросклерозу это приводит к ожирению производители сухих завтраков заморочили нам голову запустили кучу мифов о вреде холестерина но ребята холестерин полезен и кстати медики доказали что высокий уровень холестерина крови гораздо полезнее и безопаснее для организма чем низкий холестерин никоим образом не виноват в том что появляется от расклероз а вот сухой завтрак непосредственно на это повлияет потому что холестерин действительно залечивает закупоривает ранки сосудах но он их не повреждает. И высокий уровень холестерина, низкий уровень холестерина никак не влияет на повреждение сосудов. На повреждение наших с вами сосудов влияет та пища, которую мы едим. К сожалению, современная пища напичкана консервантами. Мы много едим, что с сахаров, что же и солей. А именно кристаллики эти, растворяясь в пище, повреждают наши сосуды. Если кто-то скажет, они же полностью растворяются, то человек просто ничего не понимает в том, что говорит. Действительно, как бы сильно не растворились сахара, все равно кристаллы повреждают наши сосуды. Забудьте о вреде холестерина, забудьте о полезности сухих завтраков. Если хотите сухой завтрак, съесть на завтрак или дать своему ребенку, то обязательно должны быть еще медленные углеводы и белки. Идеальный завтрак будет таким. К примеру, чуточку овсянки, маленькая миска сухого завтрака с молоком, вареные или два жареных яйца и немного творога. Плюс кофе или чай. Увидимся в следующий раз. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok